Путь к созданию ЗИЛ-157 был долгим и трудным, однако все, кто работал за рулём этих вездеходов, вспоминают их добрым словом. Бесспорно, это была одна из достойных отечественных разработок, и она заслуживает, чтобы о ней помнили. В конце 30-х годов, когда неизбежность Второй мировой войны не вызывала сомнений, конструкторы автомобильных заводов СССР, выпускающих армейские машины, ломали голову над тем, как повысить проходимость автомобилей. Наибольшие успехи в этом деле были достигнуты на Горьковском автозаводе. Заслуга коллектива конструкторов под руководством Андрея Александровича Лимгарта состоит в том, что, испытав различные двухосные и трёхосные грузовики, они доказали, что полноприводные машины должны иметь односкатную ошиновку, шина со специальным протектором для различных условий движения по местности, особую развесовку по осям и т.д. Жаль, что война помешала реализации планов по выпуску семейства вездеходов. А после войны страна получила лишь один двухосный полноприводный грузовик ГАЗ-63, правда, обладавший уникальной проходимостью. На московском автозаводе имени Сталина до войны успели выпустить небольшую партию двухосных грузовиков повышенной проходимости ЗИС-32. В конце 40-х годов конструкторы стремились создать советский стюдебекер ИУС-6х6, взяв за основу его технические особенности и базируясь на агрегатах нового четырёхтонного грузовика ЗИС-150. Как известно, эти легендарные вездеходы с двухскатными задними колёсами отлично зарекомендовали себя в боях с фашистами, в том числе в качестве носителя знаменитых пусковых установок «Катюша». Трёхосный ЗИС-151, к великому огорчению его создателей, оказался многим хуже стюдебекера. Поставленный на производство в апреле 1948, он через год, во время длительного пробега по весеннему бездорожью, значительно уступал по проходимости и Ланглизовскому прототипу, и вездеходам ГАЗ-63. Ошибки необходимо было исправить в кратчайшее время. Тем более, что грузовики ЗИС-151 поступали в армию, а пути решения проблем не выглядели туманными. Ведь ещё осенью 1946 года был собран первый прообраз нового ЗИС-157 с тремя односкатными мостами. Но тогда победила идея скопировать студию Беккера, что отбросило советских конструкторов минимум на одно десятилетие назад. В начале 1950-го начали производство бронетранспортера БТР-152 на базе модифицированных агрегатов ЗИС-151, но уже с односкатной ошановкой всех колёс, с шинами большей размерности. Тогда на заводе были снова созданы экспериментальные образцы грузовиков ЗИС-151 с односкатными колёсами и единой колеёй мостов. Развернулась работа по повышению мощности двигателя, увеличению надёжности других агрегатов, конструированию ребёнок. Но основные надежды, связанные с кардинальным повышением проходимости, возлагались на создаваемую впервые в мировой практике систему централизованного регулирования давления воздуха в шинах. Шинникам было поручено разработать конструкцию и освоить выпуск специальных шин, допускающих движение автомобиля при временно сниженном давлении воздуха в шине. Изменение давления в шинах осуществлялось водителям с помощью централизированной системы, позволявшей регулировать и доводить при необходимости давления до нормы во всех шинах во время движения машины. Применение подобной системы особенно понравилось военным. Дело в том, что с этой системой живучесть автомобиля была выше. Движение грузовика можно было продолжить и в случае повреждения отдельной шины, так как система подкачки компенсировала падение в ней давления воздуха. Однако из-за применения этой системы конструкторам пришлось кардинально пересмотреть компоновку вездехода. Уменьшение числа колес с 10 до 6 позволило избежать установки двух запасных, которые крепились на ЗИС-151 вертикально за кабиной. Данное решение привело к ликвидации за кабиной колесодержателей и дало возможность придвинуть платформу к кабине, а сзади укоротить раму, из-за чего уменьшилась габаритная длина грузовика при сохранении прежней величины колесной вазы. Единственному запасному колесу нашлось место под платформой. Оптимизация компоновки грузовика ЗИЛ-157 улучшила распределение массы по оси. При этом масса машины снизилась на 100 кг. Сначала на автомобилях применили систему регулирования давления воздуха в шинах с внешней подводкой воздуха, трубочками с шарнирными соединениями. Но очень скоро проявились серьезные недостатки этой конструкции. В результате, почти сразу после начала выпуска автомобиля, узел подвода воздуха к шине был переработан в пользу подачи воздуха с внутренней стороны колеса. Опыт эксплуатации автомобилей ЗИЛ-151 выимел их низкие тягиво-динамические качества, особенно при буксировке прицепа. Моторы часто перегревались, грузовик расходовал много топлива, имел низкие и средние скорости движения. При этом надежность работы его основных узлов была недостаточной. Все это необходимо было исправить при создании ЗИЛ-157. Использование алюминиевой головки блока на рядном нижнеклапанном 6-цилиндровом двигателе рабочим объемом 5,5 литра позволило немного повысить степень сжатия, что вместе с установкой нового карбюратора дало повышение мощности с 92 до 104 л.с. при 2600 оборотах в минуту. Увеличился и максимальный крутящий момент с 304 до 334 ньютонов на метр. Также значительному изменению подверглась и система охлаждения. В конструкции мотора использовались новые усовершенствованные детали. Была модернизирована подвеска силового агрегата. Все это повысило эксплуатационные свойства грузовика. Также эти мероприятия привели к снижению расхода топлива от 7 до 22%. В зависимости от дорожных условий в процессе производства двигатель автомобиля подвергался модернизации еще дважды. В 1961 году его мощность увеличили до 109 л.с. Основные усовершенствования двигатель получил после переноса производства на Урал в 1978 году. Грузовик начали выпускать с двигателем, в котором ряд узлов был унифицирован с мотором автомобиля ЗИЛ-130. По неподтвержденной информации, в то время на некоторые партии ЗИЛ-157 даже устанавливался гидроусилитель руля. Возможно, в силу унификации со 131 ЗИЛом его и смогли туда каким-то образом воткнуть, но документального тому подтверждения найти не удалось. Коробка передач с пятью передачами вперед и одной назад по сравнению с ЗИЛ-151 была усилена. Причем до 1961 года она выпускалась с пятой повышающей передачей, от которой в дальнейшем отказались. Раздаточная коробка была двухступенчатой, с принудительным включением переднего моста. Передача момента к заднему мосту осуществлялась с помощью промо-поры, закрепленной на среднем мосту. Ведущие мосты получили существенно усиленные кожухи полуосей, новые ступицы и тормоза. Телескопические амортизаторы повысили плавность хода. Водяной радиатор с электромотором, установленной в кабине, дополненной системой обдува ветрового стекла, позволил не замерзать зимой. Новые сидения с регулировкой, а также введение качественных уплотнений в кабине, облегчили жизнь водителю. Выгнутая решетка радиатора это не дизайнерский изыск, а техническая необходимость. Дело в том, что прямо за ней установлен масляный радиатор, а уже за ним жалюзи и радиатор системы охлаждения. Впрочем, у мотора осталась склонность остывать на холостом ходу и перегреваться на повышенных оборотах. Причем эти обороты способны убить мотор достаточно быстро, поэтому крутить его нельзя. По трассе грузовик вполне может идти и 80 км в час. Но по факту превышать рекомендованному заводам скорость в 65 км в час не стоит. Так мотор прослужит гораздо дольше. Еще одно интересное решение расположение бензобаков. Их два, причем основной, объемом 160 литров, расположен в привычном месте, слева под бортом за кабиной. А вот второй, дополнительный, разместили сзади под кузовом. Его объем 60 литров. Грузоподъемность вездехода на дорогах с твердым покрытием составляла 4,5 тонны. На грунтовых дорогах грузоподъемность ограничивалась двумя с половинами тоннами. Грузовик преодолевал брод глубиной до 85 см. Развивал с полной нагрузкой на шоссе скорость до 65 км в час. При этом расход топлива составлял 42 литра на 100 км. При снижении давления в шинах ЗИЛ-157 легко передвигался по мягкому и рыхлому грунту. Преодолевал песок, размокший грунт и размытые после ливня грунтовые дороги. Давление в шинах 0,5-0,7 кг силы на квадратный сантиметр давало возможность свободно передвигаться по сырому луну, заболоченной местности, а также успешно преодолевать глубокий снежный покров. Общая масса буксированного прицепа при движении по шоссе составляла 3,5 тонны. За высокие эксплуатационные параметры автомобиль получил гран-при на всемирной выставке в 1958 году в Брюсселе. Его экспортировали в десятки стран мира. Серийное производство модели семейства ЗИЛ-157, куда входил добрый десяток всевозможных исполнений, продолжалось на московском автозаводе имени Лихачева до 1988 года, то есть в течение долгих лет после выхода в свет более современных машин ЗИЛ-131. С 1978 по 1994 год автомобиль собирали на Уральском автомоторном заводе. Всего было изготовлено почти 800 тысяч автомобилей ЗИЛ-157, которые многие называют королями бездорожья. Редактор субтитров А.Семкин